Всем привет! Добро пожаловать на канал Пербаков. Сегодня приготовим жареный рис с креветками. Такое красивое, вкусное и сытное блюдо можно приготовить и для романтического ужина. А готовится все быстро и просто. Рис получается рассыпчатым, золотистым, сочным и напоминает немного плов. А красивые и ароматные креветки прекрасно гармонируют с жареным рисом. Для быстроты и простоты приготовления данного блюда использую порционный рис в пакетиках. Рис беру длиннозерный, шлифованный и варю его в соответствии с инструкцией. После готовый пакетик с рисом вынимаем из воды и оставляем на тарелке остывать. Жарить лучше рис остывшим. Пока варится рис, можно подготовить креветки. Креветки необходимо почистить от панциря. У них удаляем голову и кишечную нить. Для этого ножом надрезаем спинку креветки. Раскрываем немного половинки и с помощью салфетки убираем темную нить. Очищенные креветки промываем холодной водой и подсушиваем на бумажном полотенце. Пока подсушиваются креветки, занимаемся другими ингредиентами. Красный перец нарезаем крупными кусочками. Зеленые перья лука нарезаем крупными, а лучше под углом. 2-3 зубчика чеснока нарезаем крупными кусочками. Свежий корень имбиря натираем на мелкой терке. Примерно по количеству должна получиться 1 чайная ложка. На горячую сковороду выливаем масло для жарки и добавляем 1 чайную ложку кунжутного масла. В рецепте используется масло для жарки без запаха, чтобы оно не перебивало вкус блюда, а кунжутное наоборот добавляет более восточный вкус. На среднем огне обжариваем острый перец зеленым луком. Немного зеленого лука оставляем для подачи. Через пару минут добавляем крупные кусочки чеснока и имбиря. Все перемешиваем и прогреваем. Когда чеснок даст свой аромат, добавляем креветки. Креветки должны подрумяниться и свернуться в кружочек. На обжаривание их уходит примерно 2 минуты. Готовым креветкам добавляем остывший рис. Перемешиваем и немного обжариваем. Пока рис обжаривается, заправляем его соевым соусом, примерно 2 столовые ложки. Соевый соус сделает вкус блюда более насыщенным и добавит немного красивого цвета. После все перемешиваем, немного прогреваем и подаем готовое блюдо к столу. Готовое блюдо присыпаем зеленым луком. За считанные минуты у нас получилось очень красивое, ароматное и очень вкусное блюдо. Рис получается рассыпчатым, золотистым, креветки ароматными и яркими. Словами все не передать, поэтому просто советую его приготовить. А я благодарю вас за внимание, спасибо, что были со мной. Пишите комментарии, ставьте класс, подписывайтесь, если этого еще не сделали. И как всегда я вам желаю все самого наилучшего и очень вкусных блюд на кухне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok